Девушки отдыхают Девушки отдыхают И снова ехать пришлось через горы Высота перевала, который гордо носит имя Святого Франциска, 4600 метров Дышать тяжело, ехать тоже Вокруг мощные горные хребты и древние озера с целебной водой Посмотрите, это же ламы, символ Ант В горах есть поверье Если на дороге встретится лама, это к большой удаче Правда, заправок по дороге не одной Солярка на нуле Что делать? Спасение пришло неожиданно Горники чилийской шахты, что встретилось по дороге, наполнили бак дистопливом И отказались брать деньги Спасибо чилийцам, теперь мы снова в седле Украина! Вперед! Украина! Вперед! Но гонщикам не до окрестных красот На аргентинской стороне украинский экипаж стартовал 51-м Оранжевая машина летела на всех парах Обошла соперников и вышла на 13-е место Но 13-й номер, видно, не слишком подошел Нестерчуку и Мещерякову Они поднажали и закрепились на 12-й позиции Вот это темп Впрочем, конкуренты тоже боролись изо всех сил Итог, украинская машина финишировала 19-й На скоростном участке занесло Отломали зеркало, повредили дверь Кусок стекла вылетел, лобовое стекло повредили Ну, как бы, все целы, живы, все нормально Уже после финиша стало известно Судьи не слишком благосклонно отнеслись к ночным прогулкам по пустыне И впаяли 15-часовую пенализацию Нестерчуку и Мещерякову Штраф отбросил их на 36-е место Ничего, парни были готовы к этому По большому счету, они уже в 20-ке А это дает возможность не толкаться на старте И быть поближе к заводским командам А среди заводских продолжается битва за первые места Карло Сайенс, лидер Дакара 2010, считает, что его дело кончено И теперь он не может рассчитывать на первое место Я потерял очень много времени Сегодня удача не сопутствовала мне Сперва мы застряли, затем заблудились Мы пробили колесо, и в конце этапа я сломал коробку передач Все шло не так Как трагично звучит Надо проигрывать красиво, как, например, Стефан Петранцель На приз он не рассчитывает, но все же пребывает в хорошем настроении Мы ничего не пробили и не перегрели двигатель Все становится на свои места, и гонка для нас превращается в привычную колею Но на самом деле каждому следует выбирать свою колею Иначе чужая не туда заведет Организаторы на этот раз постарались Завели грузовики техподдержки на трассу Которая местами ничуть не уступала спецучастку по сложности прохождения На 10 километрах Леозона можно было найти все прелести Дакара Включая фэш-фэш, камни и ямы И правильно, не должны техники расслабляться Экипаж вот этой технички чудом остался жив, сойдя с дороги Эта машина технической поддержки сорвалась с трассы Пилот в облаке пыли просто не почувствовал, что ловит обочину Местные полицейские провели молниеносное расследование А заодно и сфотографировались возле дакаровской техники Все живы-здоровы По нашим дорогам еще не научились ездить Поэтому и оказались в Кювете Эта трасса не самое лучшее место для езды днем Не говоря уже о ночном времени За всю историю пустынного марафона погиб 51 человек Из них только 24 гонщика Самым щедрым на печальный урожай выдался Дакар 2005 Испанский мотоциклист Хосе Мануэль Перес умер в госпитале 10 января После аварии на седьмом этапе Итальянский мотоциклист Фабрицио Меони, который дважды выигрывал Дакар Погиб 11 января на 11 этапе Еще два мотоциклиста, входившие в бельгийскую команду КТМ Погибли недалеко от столицы Сенегала Дакара, города, подарившего название всей гонки В группу мотоциклистов врезался грузовик Еще одной жертвой Дакара 2005 Стала сенегальская девочка, попавшая под колеса грузовика Очень часто Дакар называют развлечением для богатых От которого страдают бедные И организаторы латиноамериканских Дакаров Хотят, чтобы ситуация изменилась Перевалив через Анды, гонка вступает в свою заключительную фазу По статистике, самое большое количество аварий Происходит именно под занавес Дакара Поэтому тем, кто сегодня в руле, не следует расслабляться И помнить, что впереди еще несколько трудных дней Редактор субтитров А.Семкин